Продолжение следует... Тысячи лет этот район, лежащий в стороне от мировых цивилизаций, был для исследователей краем тайн и загадок. Редкие землепроходцы приносили отсюда ценнейшие находки. Но сокровища Сибири и Дальнего Востока не унесешь горстями. Для их освоения нужны не тропы, а магистрали. КОНЕЦ Дорогие товарищи! Сегодня строители и экспозиционники центрального участка БАМа встречают новых посланцев ленинского комсомола, всесоюзный ударный отряд молодых железнодорожников, будущих хозяев линии Тында-Берхагиры. Осень 1979 года. БАМовская история к этому времени уже насчитывала 7 лет. Весна 1974 года. В тайгу прибыли добровольцы, бойцы комсомольских ударных отрядов. Строился мост через Амур в Комсомольске, крупнейший на будущей магистрали. Мостовики торопились закончить этот объект. Их ждали еще 142 больших моста. КОНЕЦ Эти кадры уже принадлежат истории. Но всматриваясь в них, понимаешь, что это история современности. Ее герои, наши ровесники, сумевшие воплотить миллионы кубометров грунта, тысячи тонн стали, бетона, в одно понятие. Байкало-Амурскую магистраль. И вот магистраль приняла на свои плечи первые грузы. Родилась новая, 32-я железная дорога страны. 20 тысяч человек. Таков сейчас коллектив дороги. Казалось бы, рельсы уложены и дорога готова. Но в жизни все не так просто. Еще вчера на этом участке поезда шли со скоростью 70 километров в час. А сегодня 15. Полотно дало просадку. Обычное дело при вечной мерзлоте. И приходится заново, скрупулезно вымерять путь. Доводить его до жестких требований современной железной дороги. Впрочем, вряд ли найдется человек, который вспомнит легкое начало в любом большом деле. Право быть первыми оплачивается дорогой ценой. Впрочем, вряд ли они отбами. Рейхп BAGO. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впрочем, вряд ли я остался. Кто же эти люди, которые пошли на испытания себя Таёжным Севером? Светлана Ларюшина, осмотрщик вагонов. Алексей Сорокин, машинист тепловоза. Александр Карасик, помощник машиниста. Сергей Гуськов, машинист тепловоза. В 50-е, 60-е годы строили линию Тащета-Бакан. Мне пришлось на ней работать. Скорость движения там ещё сегодня 50-70 километров. А у нас всё же за год-два после эксплуатации мы уже сейчас ездим 60-80. До БАМа я работал в Москве, работал я помощником. Работа по сравнению с БАМом, там работа была более-менее простая. Здесь действительно хорошая школа. Здесь я много понял как помощник машиниста. И работать на БАМе более интересно. Средний возраст нашей молодёжи, ну, 22 года. Но вместе с тем у нас имеются люди, которые уже имеют приличный стаж работы на железной дороге. И я на них равняюсь. Здесь водить поезда интереснее. В том плане, что участок очень сложный. Насыщен подъёмами, спусками большой крутизны. Также хочется отметить, что дорога эта молодая. Участок Тында-Биркакиды приняли только в 79-м году. И несмотря на это, скорость и насыщенность движения здесь большая. Сейчас БАМовцами называют себя люди, бывшие ещё недавно москвичами, ростовчанами, новосибирцами. Они привезли в Таёжные края высокий уровень духовной жизни. Стали зачинателями новых культурных традиций. Тында теперь место встреч творческой молодёжи. Пушкинских и Блоховских чтений. Фестивали гитарной песни. Фестивали гитарной песни. В своих стихах на нехитрую музыку ребята рассказывают о далёком доме, о своей трассе и, конечно, о крепкой дружбе. Нет людей и рук, и всех формальностей потом. И к нам приехал, значит, друг. Здравствуй, город на совках кривых. Здравствуй, мёрзлая чудо-столица. Я к тебе как-то сразу привык. Здесь теплее, чем там на границе. Как столица шумна и вольна. И уверена в прочности зыбкой. На застывшей волне, как волна. Поднялась белозубой улыбкой. Смотри, товарищ, не же забудь. Средний возраст жителя столицы Байкала-Амурской магистрали 26 лет. Вполне понятно желание молодёжи собраться вместе отдохнуть. Двери тындинских дискотек по вечерам штурмуют сотни поклонников популярной музыки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В недах региона магистрали есть практически все элементы таблицы Менделеева. Главное событие десятой пятилетки для дороги начало эксплуатации ветки Бам-Тында-Беркакит. Она открыла реальные возможности освоения богатейшего южно-якутского угольного бассейна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Техника, которая работает здесь, кажется фантастической по мощности и размерам. Что ж, в Южной Якутии свои масштабы. По этой линии вводят составы трёхсегцевые тепловозы. Они изготовлены специально для дороги Века коллективом Ворошиловградского тепловозостроительного завода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трудно поверить, что 50 лет назад, когда строилась Амуро-Якутская автомагистраль, основным транспортом тут были олени и верблюды. Единственная техника, которая выдерживала и стужу, и зну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорога это не только стальной путь, грузы. Это и десятки новых посёлков, растущих на трассе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА БАМ можно назвать проектом демографического освоения территории равной Англии, Франции и Бельгии вместе взятым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый день здесь производится работ на 2 миллиона рублей. Магистраль продолжает оставаться главной транспортной стройкой страны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отечественная и мировая практика транспортного строительства раньше не знала такого рокового стечения неблагоприятных факторов. Вечной мерзлоты, высокой сейсмичности, больших среднегодовых и среднесуточных перепадов температур. Естественно, при возведении и эксплуатации объектов магистрали это потребовало неординарных решений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Магистраль нет-нет, да и выдвинет перед руководителями дороги и стройки проблемы, о которых прежде и не шла речь. Их творческое решение по крупицам создает опыт возведения и эксплуатации железной дороги в экономически неразвитом районе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два года срок небольшой, тем более для такой организации, как железной дороги. Но Байкало-Амурская, несмотря на все трудности, стала надежной транспортной артерией Востока Союза. По ней к концу 1981 года было перевезено уже 18 миллионов тонн груза. Если это представить одним составом, то его лагон протянутся на 4,5 тысячи километров от Тынды до Урала. А к концу 11-й пятилетки грузооборот возрастет в три раза. Заставить весь этот поток двигаться в одном четком ритме задача не из простых. Тем более, что Севербайкальское, Тындинское и Ургальское отделения разъединены сотнями километров пока непроходимой тайги. Сложнейшее оборудование, современная техника позволяют увязать их в единую гибкую систему. Сегодня 1600 километров больше. Путиукладчики быстро заставляют стареть статистику стройки. Итог напряженных будней передача строителями новых участков их хозяевам, железнодорожникам. Линия Тында-Дипкун вступает в стройку. По 160-ти километровой линии начальник Байкало-Амурской дороги Лотарев отправляет первый поезд. КОНЕЦ Стремительно растет молодая дорога. Также стремительно растут ее коллективы. Даму нужны кадры. В мае 1981 года На магистраль прибыли 550 бойцов 2-го всесоюзного ударного комсомольского отряда молодых железнодорожников. Машинисты и энергетики, связисты и путейцы, представители 19 железных дорог страны стали кадровой основой Северо-Байкальского и Ургальского отделения. КОНЕЦ На встоке одна из главных бамовских баз Комсомольск-на-Амуре. 50 лет прошло с тех пор, как здесь, вдалеке от Москвы, к безлюдному берегу реки пристали два колесных парохода с символическими названиями Колумб и Коминтерн. Сейчас город переживает второе рождение. Его принесла магистраль. Помните кадры из начала нашего фильма? Строительство моста через Амур в 1974 году. Теперь по нему полным ходом идут тяжеловесные составы. Это бамовские темпы. Здесь, в порту Ванино, заканчивает свой путь к океану наша магистраль. И с трудом верится, что совсем недавно на карте железных дорог Союза восточная часть была гигантским белым пятном. Теперь Байкало-Амурская дорога вобрала в себя труд тысяч людей. Она пересекает три часовых пояса земли. КОНЕЦ КОНЕЦ МАГИСТРАЛЬ МАГИСТРАЛЬ делает пока первые шаги в своей работе. И ей принадлежит будущее.